Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами интеллектуальное шоу «Батерек». Меня зовут Азамат Матгул. В эфире первая отборочная игра «Майя». 7 мая в нашей стране отмечают День защитника Отечества. Пользуясь случаем, хочу поздравить наших уважаемых телезрителей и всех участников сегодняшней игры с этим замечательным праздником. 7 мая 1992 года президент Казахстана Машултан Абишевич Назарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил Республики Казахстан. С тех пор в этот день традиционно вручают награды и присваивают воинские звания. Интеллектуальное шоу «Батерек» также сегодня вручит награды сегодняшним победителям. Представляю вам команды, которые сегодня сразятся за право выйти в финал «Майя». Команда под номером один. «Вест Кару». Нурсултан Кемирханов. «Улан Бекпулатов» и «Жасулан Капас». Вторая команда «Десант». «Гербул» и «Десинов». «Куат Алкамбаев» и «Тимирлан Мусапиров». И, наконец, третья команда. Команда «Оброй». «Мадьяр Бектас». «Ерлан Бектемиров» и «Александр Парфенов». Давайте поприветствуем наш замечательный коза-квартет, который поднимает настроение и задает боевой дух нашим игрокам. Давайте познакомимся с нашими участниками. Капитан команды «Оброй» Александр Парфенов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо большое. Как ваше настроение? Отлично. Прекрасно. Познакомьте нас с участниками вашей команды. Мы представляем команду Военного института сухопутных войск. И в составе моей команды выступают Бектемиров Ерлан, курсант третьего курса Бектас Мадьяр, и я, командир команды, курсант Парфенов Александр. Очень приятно. Александр, скажите, пожалуйста, каким, по-вашему, должен быть защитник Отечества 21 века? Настоящий защитник Отечества – это должен быть человек, патриотически настроен, мужественный, храбрый, отдающий полный контроль всем своим действиям. Прекрасно. Александр, может быть, какое-то пожелание нашим телезрителям с праздником? Я хотел бы поздравить всех военнослужащих, действующих, ушедших в запас, с праздником. Пожелать самое главное – здоровья им, потому что они… Кто-то отдал, кто-то до сих пор отдает свой мужской долг нашей родине. Спасибо большое, Александр. Переходим к команде «Десант». Капитан команды «Десант» Ербол Игисинов. Ербол, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, познакомьте нас с участниками вашей команды. Мы представляем команду «Казахстанской миротворческой десантно-штурмовой бригады» имени Раимбек-Батыра. Капитан Мусапиров Тимирлан, капитан Алхамбаев Хуар. Очень приятно. Я капитан команды «Десантно-штурмовой бригады» имени Раимбек-Батыра. Скажите, пожалуйста, каким должен быть защитник Отечества XXI века? Защитник Отечества XXI века должен быть патриотически настроенным, смелым, мужественным, должен отвечать всем требованиям XXI века. Спасибо огромное. Давайте поаплодируем команде «Десант». Мы продолжаем знакомиться, дорогие телесрители. Капитан команды «Бест-Кару» Нурсултан Тимирханов. Здравствуйте. Нурсултан, здравствуйте. С праздником вас. С праздником вас. С праздником вас. Познакомьте нас с участниками вашей команды. Участник моей команды – это курсант первого курса, мой друг Капас Расулан, и курсант четвертого курса, младший сержант Пикулат Фулан. Я являюсь капитан команды, курсант первого курса Тимирханов Нурсултан. Очень приятно, ребята. Нурсултан, а вот по-вашему, каким должен быть защитник Отечества XXI века? Защитник, конечно же, должен отвечать всем требованиям. Он должен быть физически подтянутым, также должен быть храбрым. Но самое главное, по-моему, в XXI веке – это интеллект. Он должен быть интеллектуальным. Замечательный ответ, я с вами полностью согласен. Давайте поаплодируем. Наша игра состоит из трех туров. Первый тур называется «Чижре». В нем участвуют только капитаны команд. Остальных игроков я попрошу отправиться в наш зрительный зал. Давайте поговорим о правилах первого тура «Чижре». Каждому игроку будет предложено по 10 вопросов. За 45 секунд игрок должен ответить на максимальное количество вопросов. Времени на размышления нет. Стоимость правильного ответа в первом туре оценивается в 10 баллов. Первым игру начинает капитан команды «Оброй» Александр. Александр, вы готовы? Готов. Мы вам желаем удачи. Спасибо. Внимание! Время! Как называется средневековая казахская сабля? Нет. Можете пропустить. Дальше. Хлыш. Класс военных кораблей, их основная ударная сила – палубная авиация. Еще раз. Класс военных кораблей, их основная ударная сила – палубная авиация. Дальше. Авианосец. Автор книги «Волоколамское шоссе» о подвиге героев-памфиловцев. Боже мой ушло. Александр Бек. В какой стране был изобретен порох? Китай. Верно. Рахимжан Кошкарбаев одним из первых водрузил красный флаг на здание чего? Рейхстага. Верно. Знаменитый диктор во время войны, читавший сводки в Совинформбюро? Дальше. Юрий Левитан. В какой языковой группе относится игурский язык? Туркский. Верно. Другое название гражданской войны в США? Холодно. Война северо-юга. Столица Австралии? Сидмей. Канберра. Капитан команды «Оброй» Александр в первом туре зарабатывает 30 баллов. Но мы переходим к капитану команды «Десант» Ерболу. Ербол, вы готовы? Да. Замечательно. Мы вам желаем удачи. Спасибо. Внимание, время. Как называется средневековый казахский меч? Алдаспан. Селебе. Как переводится слово «дуэль»? Жек-межек. Или? Поединок. Поединок. Верно. Персидский царь, которого победила царица Масагетов Тамирис? Кир. Верно. Военная специальность дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова? Летчик. Верно. Аналог звания «Ефрейтор» на флоте? Михиман. Старший матрос. В монгольском войске подразделение в 10 тысяч всадников? Еще раз. В монгольском войске подразделение в 10 тысяч всадников? Тысячник. Тумен. В какой стране случилась война «Алые и Белые розы»? Следующий. Англия. Основная религия калмыков? Будда. Буддизм. Верно. Чей колония был Алжир до середины 20 века? Франции. Верно. Капитан команды «Десант» Ербол зарабатывает в первом туре 50 баллов. Но мы переходим к капитану команды «Бесткару» Нушултану. Нушултан, как настрой? Боевой. Боевой. Замечательно. Желаем вам удачи. Внимание. Время. Как называется казахский боевой таборик? Айболта. Верно. Общее название «Мортиры», «Гаубицы», «Бомбарды»? Дальше. Пушка. Аналог звания «Генерал-полковник» на флоте? Адмирал. Верно. Что определяет мощность огнестрельного оружия? Калибр. Верно. Как называлась регулярная пехота в Персидской империи? Дальше. Сарабазы. Третий сын Чингисхана и его преемник в качестве кагана Монгольской империи? Тулуй. Тулей. Угадей. Командир легендарной 316-й стрелковой дивизии? Панфилов. Верно. В каком году были выведены из Афганистана в советские войска? Восемьдесят девятый. Верно. Как называется конгломерат крупных огутских племен? Дальше. 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 Эта страна занимает большую часть Переднейского полуострова. Испания. Верно. Капитан команды Бест Корун Машултан набирает в первом туре 60 баллов. Давайте подведем итоги первого тура. У команды Аброй 30 баллов. У команды Кистан 50 баллов. И у команды Бест Кору 60 баллов. Ну а мы переходим ко второму туру интеллектуального шоу Батерек. В эфире второй тур интеллектуального шоу Батерек. Давайте пообщаемся с нашими участниками. Ирбов, скажите, пожалуйста, у вас высшее филологическое образование. А вот мне интересно, как вы стали военным? Каждый гражданин Республики Казахстан и каждый мужчина должен отдать свой долг перед Родиной. Я тоже когда-то пошел на службу с солдатом, срочником. После окончания срочной службы решил остаться в рядах вооруженных сил. Сейчас уже 20 лет в строю. Прекрасно. Давайте поаплодируем. Участник команды «Оброй» Ерлан Бехтемиров. Так точно. Ерлан, скажите, пожалуйста, как проходят будни у курсантов? У курсантов военных училищ будни проходят согласно распорядку дня и расписанию учебных занятий. А чем вы выходные день занимаетесь? Спортивные мероприятия проводятся в институте. Замечательно. Соревнования между батальонами курсантов. Новый участник команды «Бест-РУ» Жаслан Капас. Жаслан, приветствуем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как у вас проходят боевые будни у курсантов? Так как курсанты – это будущие офицеры, а современная армия офицер – это настоящий профессионал. И распорядок дня курсантов учитывает все эти аспекты, включает в себя тренировки по боевой подготовке, физической подготовке и в первую очередь по учебным дисциплинам. Конечно. Распорядок дня устроен так, что нам даже нет времени задуматься о каких-то других делах. Но бывает время всегда вспомнить дом. По дому скучаете? Конечно. Я знаю, вы приехали издалека, ваша родина – Петропавловск. Может быть, сейчас вы передадите привет, поздравите с праздником наших казахстанцев. Я передаю привет своим родителям, которые, надеюсь, сейчас меня смотрят по телевизору, всем своим друзьям. Передаю привет всем, кто за меня болеет и переживает. Мама, папа, у меня сына, мама. Спасибо. Прекрасно. Давайте поговорим о правилах второго тура. Второй тур называется «Нурдала». Шесть вопросов. Это шесть категорий. Категория – это части света. В каждой категории по одному вопросу. В первом категории выбирает игрок команды, набравший максимальное количество баллов. В злим категории выбирает игрок, верно ответивший на предыдущий вопрос. Стоимость правильного ответа – 20 баллов. Начинает игру во втором туре. Лидер по итогам первого тура – это команда «Бесткару». Жаслан, прошу, выбирайте категорию. Пусть будет Австралия. Внимание, вопрос. Эта травоядная сумчатая, проживающая в Австралии, передвигается по деревьям. Как она называется? Ербол, прошу. Куала. Конечно, это куала. Ответ правильный. Несмотря на то, что куалы не являются медведями, поселенцы 18 века называли их так из-за внешнего сходства куал и медведей. Продолжаем. Ербол, прошу, выбирайте категорию. Категорию «Азия». Азия. Большинство лингвистов считает, что название Багдада, столицы Ирака, есть результат сложения двух слов среднеперсидского языка. По своему звучанию эти слова очень близки одному русскому словосочетанию. Что это за словосочетание? И русский, и персидский язык относятся к индоевропейской семье языков. Прошу, Жаслан. Возможно, это в переводе означает «древний город». Ответ неправильный. Соперники. Есть варианты. Предположения. Ответа нет. Правильный ответ – «богом данны». Именно так переводится слово «багдад». Менее распространенная версия говорит о том, что слово «багдад» образовано от сочетания слов «сад» и «данны», что переводится так – «подаренный сад». Но мы переходим к команде «десант». Ербол, прошу, выбирайте категорию. Европа. Европа. Внимание, вопрос. Русские медленно запрягают, но быстро едут. Это любимая поговорка знаменитого немецкого дипломата 19 века. Уже будучи в отставке, он говорил о России так – «эта страна всегда пугала меня своей непредсказуемостью». Назовите имя дипломата. Этот политик некоторое время был послом Германии в России. Как же звали этого политика? Есть варианты? Ответа нет. Правильный ответ – Отто фон Бисмарк. Отто фон Бисмарк – легендарный политик, первый канцлер Германской империи, осуществивший план объединения Германии и прозванный железным канцлером. Ему часто приписывают авторство этой поговорки. Следующий выбирает категорию участник команды «Оброй». Ерлан, прошу. Северная Америка. Северная Америка. Внимание, вопрос. Это третья по величине страна Карибского бассейна после Доминиканской республики и Кубы. Когда Колумб впервые увидел этот остров, он решил, что нашел Индию. Участники, пожалуйста. У участников нет правильного ответа. Правильный ответ – Гаити. А следующий выбирает категорию уже Славан Капас из команды «Бест Кару». Я выбираю Африку. Африка. Внимание, вопрос. Название этой западно-африканской страны переводится с языка аборигенов так «Родина честных людей». Прежнее ее название – Верхняя Вольта. Это государство граничит с Малиной Севери, с Нигером на Востоке. Что же это за страна? Прошу вас, Руслан. Скорее всего, это Мавритания. Ответ неправильный. Соперники? Ирбол. Возможно, это Египет. Это не Египет. Ирлан, есть вариант? Я думаю, это Судан. Эх, это не Судан. Правильный ответ – Буркина-Фасо. Буркина-Фасо – страна, расположенная в самом сердце Западной Африки, покоряет путешественников своим неспешным темпом жизни, дружелюбными людьми и достопримечательностями. Буркинийцы действительно известны как самый честный народ в Африке. У нас остался последний вопрос в категории «Южная Америка». Лимонад в Венесуэле продается в специальных маленьких бутылках объемом всего 0,22 литра. Как вы думаете, почему? Я думаю, что лимонад – это очень освежающий напиток, и его лучше поразовать в маленьких количествах. Почему? Потому что он может быстро терять свои качества. Это правильный ответ. Молодец. На большей части территории Венесуэлы доминирует субэкваторальный климат. Там очень жарко. Давайте подведем итоги первых двух туров. У команды «Аброй» 50 баллов, у команды «Бестер» 60 баллов и у команды «Десант» 70 баллов. Но мы переходим к третьему, самому интересному туру нашей игры. Внимание, правило третьего тура. Он называется «Самрук». Шесть категорий. В каждой категории по два вопроса. История, биография, знаменитые люди, культура и искусство, традиции, обычаи и мир вокруг нас. Стоимость правильного ответа 30 баллов. Время на размышление 30 секунд. Также один из вопросов – это подарок от птицы «Самрук». 30 баллов в копилку команды. Первым категорию выбирает лидер по итогам первых двух туров. Это капитан команды «Десант» Ербол. Прошу. Команда «Десант» выбирает категорию «История». Вопрос номер один. На этой фотографии вы можете увидеть оружие, придуманное умелыми казахскими мастерами. Это оружие не выглядит грозным. Зато оно скрывает в себе убийственный секрет. Как называется этот вид старинного казахского оружия? Это оружие «Всадника». Команда «Десант», прошу. Да, Юрханши. Ответ неправильный, соперники. Команда «Бескару», ну что там, ваш ответ? Я думаю, что это камшапшак. Давайте посмотрим на фотографию и сами увидим, что это за предмет. И это правильный ответ. Камча – неотъемлемая часть облика казаха. С ней связано много традиций и обычаев. Особенно опасной была камча, вставленная металлическим стержнем или острым ножом. Такое оружие и называлось камшапшак. Продолжаем, дорогие друзья. Право выбора у команды «Бесткару». Мы выбираем категорию «География». Второй вопрос. В некоторых пустынных районах Казахстана можно наблюдать так называемый сухой дождь. В чем суть этого явления? Существует множество видов дождей. Грибной, косой, слепой, ситный и даже дождь из цветов и лягушек. Также не забывайте о помощи птицы Самрук. Пожалуйста, время отвечать. Ребята? Наш ответ, возможно, что во время дождя бывает некое природное явление, связанное с бурями, и в это время с небес как бы падают песчиньки. И пыль, песчиньки и свет. Ответ неправильный. К сожалению, соперники. Команда «Брой». Мне кажется, что это тот момент, когда дождь идет, но температура очень большая, и они не успевают долететь до земли, высыхают. Ответ правильный. То есть они испаряются? Да, они испаряются. Верно. Капли дождя испаряются в воздухе. Вот так звучит правильный ответ. Летом в пустынных районах Казахстана иногда собираются дождевые облака. Гремит гром, идет дождь. Но на землю не падает ни одной капли. Они испаряются в воздухе. Это и есть сухой дождь. В следующую категорию выбирает команда «Брой». Александр, выбирайте. Наша команда выбирает первый вопрос из раздела «География». Внимание, вопрос. Об этом событии, случившемся в 540 году до нашей эры, отец истории Геродот, рассказывает следующее. Когда Кир в походе на Вавилон достиг судоходной реки Гинт и пытался перейти ее, одна из его священных белых лошадей отважно вбросилась в реку, стремясь переплыть ее. Но река поглотила и унесла ее. Как Кир наказал реку Гинт за гибель своей любимой лошади? Не забывайте, друзья, о помощи птицы Самрук, команда «Брой» и остальные участники. Птица Самрук может вам дать три варианта ответа. Мне кажется, что Кир построил как бы плотину и перекрыл эту реку полностью. Дальше не было течения, она превратилась в озеро как бы своеобразное. Ответ неправильный, к сожалению, соперники. Команда «Десант». Мы думаем, что Кир повернул русло реки в другое направление и таким образом осушил. Команда «Бесткару», ну что там, есть вариант? Мы думаем, что Кир заблокировал притоки к этой реке, вследствие этого, можно сказать, река потеряла свои притоки, и, естественно, она засушилась. Эх, ребята, хорошая мысль у вас была, честно, но, к сожалению, ответ неправильный. Правильный ответ звучит следующим образом. Кир наметил на обоих берегах Гинда по 180 канав, отвел к каждому отряду своего войска его место и приказал копать. Так Кир наказал реку Гинд, разделив ее на 360 каналов. И с тех пор она стала настолько незначительной, что женщины переходили ее, не замочив себе колен. Право выбора категории у команды «Десант». Ербов, прошу. Мы выбираем второй вопрос из категории «История». Внимание, вопрос. Впервые это вооружение было опробовано во время Первой мировой войны. Его название возникло так. Перед отправкой его на фронт британская контрразведка пустила слух, что в Англии российским правительствам заказана партия топливных цистерн. На этих цистернах даже написали по-русски «Осторожно, Петроград». Назовите это слово. В России эту боевую машину вначале называли «Лохань». Что за машина эта? Время отвечать, прошу, ребята. Мы думаем, это танк. И это правильный ответ. Конечно, это танк. Слово «танк» происходит от английского слова «бак» или «цистерна резервуар». Позже это слово получило современный смысл как вид боевой машины. Продолжаем, друзья. Право выбора категории у команды «Бест Кару». Нурсултан, выбирайте. Выбираем категорию «Мир вокруг нас». Первый вопрос. Одним из лучших пистолетов-пулеметов Второй мировой войны считается ППШ. Этот пистолет-пулемет был на вооружении Советской Армии в годы Великой Отечественной войны и впоследствии стал одним из ее символов. Последняя буква аббревиатуры ППШ обозначает первую букву фамилии конструктора этого оружия. В свою очередь фамилия его происходит от названия другого широко известного и до наших дней холодного оружия. Назовите эту фамилию. Это оружие известно по историческим романам и фильмам. Не забывайте, друзья, о помощи птице Самрук. Птица Самрук, друзья, облегчит вам задачу в поиске правильного ответа. Пожалуйста, ребят, ваш ответ. Мы выбираем помощь птице Самрук. Пожалуйста. Вариант первый – Шанцев. Вариант второй – Шамширов. И вариант третий – Шпагин. Выбираем третий ответ – Шпагин. И это верный ответ. Молодцы. Пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина ППШ был разработан в 1940 году конструктором Георгием Шпагиным. ППШ является основным пистолетным пулеметом советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне. Мы продолжаем нашу интересную игру. Право выбора категории у команды «Оброй». Александр, выбирайте. Мы выбираем второй вопрос из категории «Мир вокруг нас». Упоминание об этом предмете, помогающем в излечении ран, впервые появляется в книге «Сто рецептов», которая на протяжении столетий была руководством для древнеегипетских врачей. Первоначально с той же целью использовались кожа, мех и листья различных растений. Как вы думаете, что это за предмет? Этот предмет также использовался для переплетения книг. Команда «Оброй», не забывайте о помощи птицы Самрук. У вас есть уникальная возможность. Мы хотели воспользоваться подсказкой «Птица Самрук». Пожалуйста. «Птица Самрук», прилетай к нам на помощь. Компресс «Майс» или «Бинт». И ваш ответ? Незамедлительно, Александр, быстро. «Бинт». «Бинт». Давайте узнаем, что же скрывается в материке. И это «Бинт», ребята, молодцы. Слово «Бинт» с немецкого языка переводится как «тесьма» – повязка. Это полоска ткани, используемая для перевязки ран, наложения повязки, переплетения книг. В Египте «Бинты» использовали при мумификации. Давайте подведем промежуточные итоги. У команды «Десант» 100 баллов. Команда «Аброй» набирает 70 баллов. И у команды «Бесткрус» 120 баллов. Продолжаем, друзья, выбирать категорию. Право выбора у команды «Десант». Ербол, прошу. Мы выбираем категорию «Традиции и обычаи». Вопрос первый. В годы Великой Отечественной войны в советской армии существовали женские авиаполки. Один такой полк немцы прозвали этих женщин «летчиц-ночные ведьмы», использовав на вооружении учебно-тренировочный цельнодеревянный биплан конструкции Николая Николаевича Поликарпова «По-2», приспособленный для бомбометания. До и после войны этот самолет широко применялся в сельском хозяйстве, как прозвали в народе этот самолет. Я вижу, у вас готов ответ, да, Ербол? Я готов заслушать ваш ответ. Это Ан-2. В народе называется «кукурузник». И это правильный ответ. Молодцы, друзья. Точнее, не Ан-2, а «По-2». Небольшая поправочка. «По-2» — один из самых массовых самолетов в мире. В Советском Союзе он использовался в борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства. Поздравляю. Продолжаем, друзья. Право выбора категорию команды «Пест Кару». Ну, Шултан. Выбираем категорию «Традиции и обычаи». Второй вопрос. О, это 30 баллов. Категория команды. Поздравляю. Уважаемые участники, продолжаем выбрать категорию «Право выбора» у команды «Оброй». Мы выбираем первый вопрос из категории «Знаменитые люди». Внимание, вопрос. Один из знаменитых казахских батыров, боровшихся с джунгарскими захватчиками в первой половине 18 века. Он происходил из племени Дулат старшего жуза. После освобождения казахских земель от джунгар, батыр до конца своих дней жил на землях нынешнего Капшагая, где и был похоронен. Назовите имя этого батыра. В 1740 году батыр помогал освобождать казахские земли, присоединившись к отряду Толеби на берегу реки Или. Как же звали прославленного батыра? Первая половина 18 века. Ваш ответ, друзья? Мы предполагаем, что это Рейнбек Батыр. Ответ неправильный. Соперники. Командный десант. Это Утиген Батыр. Когда построили водохранилище Капшагай, его перезахоронили. Спасибо за ваши глубокие познания. Это правильно. Ответ Утиген Батыр. Поздравляем. По народным легендам, 12 сыновей его отца Утигула умерли от чумы. Утигул отчаялся, но однажды во сне к нему явился старец и обнадежил. Не плачь, у тебя родится сын, который будет стоить 12 твоих погибших сыновей. И вскоре родился Утиген, который, став батыром, прославил свой род. Право выбора категорию команды Бест Кору. Ребята, выбирайте. Мы выбираем категорию «Знаменитые люди». Второй вопрос. Внимание, вопрос. Этот человек изобрел колесовый замок для пистолета. Устройство работало посредством заводимой ключом пружины, которая после нажатия на спусковой крючок приводила в движение колесика и опускала на него курок с кремнем. В результате трения высекались искры, зажигавшие пороховой заряд. Это был качественный шаг вперед по сравнению с фитильным оружием. Устройство оказалось единственным изобретением этого человека, получившим массовое производство при жизни автора. Назовите имя этого изобретателя. Насколько я помню, у этого человека было огромное количество талантов. Он был художником, изобретателем. Мы выбираем ответ «Кольт». Ответ неправильный. Соперники? Команда «Брой». Мы предполагаем, что это Леонардо да Винчи. И вы правильно предполагаете, это Леонардо да Винчи. Продолжаем наш интеллектуальный бой. Право выбора вопросов у команды «Брой». Прошу. Мы выбираем первый вопрос из раздела «Культура и искусство». Внимание на экран. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В культовом фильме «Место встречи изменить нельзя» звучит популярная в годы войны песня «Мы летим ковылея во мгле». Ее еще называли «Песенькой американских летчиков». Автор этой песни – американский композитор Джимми Макхью. А в Советском Союзе ее исполнял Леонид Утесов в сопровождении Государственного джаз-оркестра РСФСР. В каком музыкальном стиле была изначально написана эта песня? Этот стиль музыцирования популярен среди белого населения в США, на юге и на юго-западе. Что же слушают в сельских районах США? Ответ неправильный соперник. Мы выбираем ответ «Джаз». И это не «Джаз». Команда «Десант», прошу ваш ответ. Мы обращаемся к помощи птицы Самрук. У вас есть такая возможность? Пожалуйста. Вариант первый – «Кантри», вариант второй – «Шансон», и вариант третий – «Марш». Ваш ответ? Марш. Ответ, к сожалению, неправильный. Правильный ответ – «Кантри». Именно так называется этот стиль. В Америке песня называлась «Летим на крыле и молитве». Песня в стиле кантри и сельской музыки была настолько популярна, что президент Трумэн даже процитировал ее строки в одной из своих речей, посвященных окончанию войны. У нас остался последний вопрос из категории «Культура и искусство», и он достается команде «Десант». Это будет музыкальный вопрос. Наш почетный гость Сергей Алексеев исполнит для нас песню. В этой рощи березовой, Вдалеке от страданий и бед, Где колеблется розовый, Не мигающий утренний свет, Где прозрачной лавиною Льются листья с высоких ветвей. Спой мне илога песню пустынную, Песню жизни моей. Эта песня на слова поэта Заболоцкого прозвучала в фильме «Доживем до понедельника» в исполнении известного актера. Его персонаж – бывший фронтовик, и песня отражает чувство воевавшего человека. Назовите фамилию актера, исполнившего эту песню. Я вижу, у вас готов ответ, да, Ирвал? Мы думаем, это Высоцкий. Ответ неправильный. Соперники? Какие советские актеры? Есть варианты, ребята. Аброй, Бесткару. А верный ответ звучит, чем образом, это Вячеслав Тихонов. Давайте подведем общий итог всей игры. У команды Аброй 140 баллов. У команды Бесткару 150 баллов. И у команды Десант 160 баллов. Итак, в первой отборочной игре «Майя» победу одержала команда «Десант». Ребята, поздравляю вас! Приглашаю на красную дорожку. Игроки команды победителя получают подарочные сертификаты на приобретение книг в одном из самых популярных книжных магазинов Казахстана. Молодцы, прекрасная игра. С праздником этого года. Также у команды есть уникальная возможность встретиться через месяц с победителями трех игр «Майя». В финале игры позвольте поздравить всех казахстанцев, наших игроков, с наступающим днем победы! Пожелать счастья, здоровья крепкого нашим ветеранам и мирного неба над головой. Смотрите нашу программу на сайте телеканала «Болинженя Майдинет». Новости, обсуждения читайте в открытой группе «Байтерек» в социальной сети Facebook. До скорой встречи, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова